МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В первый раз вышла во двор погулять. Оказывается, выпал снег. От вида одной маленькой снежинки опять пронеслась вся жизнь перед глазами. Перечитываю ваши письма по несколько раз в день. Две книги, которые были в камере, я уже прочитала. Попросила принести еще, но не знаю, как с этим быстро. Так проходят мои дни. Редактор татаро-башкирской службы радио Свобода Алсу Курмашева уже месяц находится в заключении по нелепому обвинению в нерегистрации добровольно иностранным агентам в России. Армия обороны Израиля полностью взяла под контроль западную часть города Газа и приступает к следующей фазе наземной операции. Об этом заявил министр обороны Израиля Яав Галант. Вот что он, в частности, сказал. В последний день мы завершили захват и расчистку всей западной части города Газа. Теперь мы начинаем следующий этап. Силы действуют точно решительным образом, с очень высокой координацией между военно-воздушными силами, при поддержке очень сильной разведки. Чем больше мы углубляем эту операцию, и чем больше мы увеличиваем давление на Хамас, уничтожаем все больше штаб-квартир, наносим удары по туннелям, устраняем оперативников и ликвидируемых командиров, тем больше расширяются возможности по возвращению пленных. Это был министр обороны Израиля Яав Галант. Командование армии Израиля опубликовало видео, на котором, как утверждается, показан вход в тоннель рядом с больницей Аль-Шифа, использовавшийся боевиками, признанной в США и ЕС террористической организацией группировки «Хамас». Израильские военные считают, что в подвалах и тоннелях под больницей боевики удерживали захваченных ими 7 октября заложников. Сегодня в районе больницы Аль-Шифа было обнаружено тело еще одной погибшей заложницы, 65-летней Юдит Вайс. 14 ноября было найдено тело 19-летней военнослужащей Ноа Марциана. Израильский эксперт по вопросам безопасности Сергей Мигдаль не сомневается, что переговоры об освобождении заложников идут при посредничестве Катара, но их успеху мешает тот факт, что политическое руководство «Хамас» имеет сейчас мало влияния на военное крыло группировки. Понятно, что «Хамас» находится под очень большим давлением, но главная проблема в том, что то, что «Хамас» хочет, Израиль не может ему дать. А то, что хочет Израиль, несовместимо с целями «Хамаса». Мы помним, как только в первые дни «Хамас», кстати, заявил, что готовы освободить всех заложников в обмен на две вещи. Освобождение всех заключенных террористов «Хамаса» из израильских тюрем, их около 6 тысяч, и прекращение огня, бессрочное. А Израиль объявил свою цель, безоговорочную. Это уничтожение «Хамаса», его лидеров, его военной и гражданской инфраструктуре «Газы». Полное. Вот эти две позиции, они несовестивы совершенно. И любое прекращение огня серьезное. Как вы знаете, Израиль отказывается это делать. Вообще, в принципе, согласен, максимумно гуманитарные паузы для выхода гражданских лиц из зоны наступления или мощного огневого поражения. Поэтому все это немножко, мне кажется, переливанием из пустого порожнего. Как я понимаю, единственная уступка, на которую Израиль был готов пойти, что в обмен на пару дней гуманитарной паузы, трудно это назвать перемирием, Израиль требует освободить всех женщин и детей немедленно. И готов, как жест доброй воли, выпустить из тюрем, хотя еще непонятно, куда их отправлять, женщин и несовершеннолетних заключенных террористов. Это был израильский эксперт по вопросам безопасности Сергей Мигдаль. Обмен заложников на палестинских женщин и подростков из израильских тюрем, о котором он упоминал, так и не состоялся. Сегодня днем поступали сообщения арабоязычных СМИ о том, что между Израилем и Хамас все-таки достигнута договоренность о трехдневном прекращении огня и об обмене 50 заложников на такое же количество палестинцев. Но детали этой договоренности к моменту записи этого выпуска еще были неизвестны. Теперь о войне в Украине. Представитель командования Южной группировки Вооруженных сил Украины Наталья Гуменюк сообщила о том, что российская армия накопила не менее 800 ракет разного типа специально для ударов по украинским объектам теплоснабжения во время отопительного сезона. Об этом Гуменюк заявила в эфире национального телемарафона. По оценкам Главного управления разведки 800 готовых к использованию ракет разных типов это общий накопленный России ракетный потенциал, очевидно предназначенный для атак во время отопительного сезона. Это подтверждается тем, что враг действительно в течение долгого времени не использовал ракеты воздушного базирования определенных модификаций, таких как Х-101, Х-555. Мы также наблюдаем длительную паузу в использовании калибров, но видим, что враг использует время от времени сверхзвуковые ониксы по южному региону. Для Одесской области это уже фирменный знак какой-то. Мы знаем, что накопление ракет происходит, а о том, где именно, пытаемся собрать информацию. Это была представитель командования южной группировки ВСУ Наталья Гуменюк. В России тем временем жены мобилизованных год назад военнослужащих готовят акции с требованием вернуть их мужей домой и провести ротацию войск на фронте. В ряде случаев такие акции были запрещены властями. В Москве недавний пикет жен мобилизованных с требованием ротации продолжался не более пяти минут. Опросы показывают, что объявление дополнительной мобилизации было бы крайне непопулярным решением, особенно накануне ожидаемого объявления Владимиром Путином о желании участвовать в президентских выборах в марте будущего года. Однако так называемая тихая мобилизация сейчас продолжается. Региональные военкомы получают разнарядки на количество людей, которые должны подписать с армией контракт. О том, какими методами пользуются при этом власти, рассказывается основатель фонда «Свободная Якутия» Саргылана Кандакова. Методы, конечно, когда мы все это прослушивали, просматривали, они ужасают, потому что действительно идет охота на людей. Охота, вот как, если при мобилизации это было в открытую, то есть у нас в республике хватали на улицах, торговых центрах, ночью из домов вытаскивали, давали три часа на сборы, то сейчас это делается очень тихо, аккуратно, в основном начинаются созвоны, то есть администрация работает с центром занятости, работает с предприятиями крупными, то есть они владеют всей информацией о людях, которые уволены, уволены, допустим, за алкогольное опьянение на рабочем месте. Также они работают с УФСИН, то есть люди, которые условно осуждены, у них тоже все эти списки имеются. Далее они обзванивают людей, которые, допустим, есть проблемы, социальный план, закредитованность населения очень высокого в нашей республике, многодетные отцы, то есть те люди, у которых есть проблемы и которые могут решить проблему вот таким вот, в кавычках, трудоустройством, эти люди все на карандаше. То есть это звучит, это выражение, да, у нас на карандаше, допустим, шесть жителей нашего села, допустим, да, и вот такие вот методы. Идет обзвон, где-то уговаривают, где-то угрожают. Например, мы получали сообщение о том, что человек, у него условная осужденность, и ему говорят, вот мы можем погасить ее, если ты отправишься на войну. А другому человеку у него были правонарушения, связанные с алкогольным опьянением за рулем. Они уже тут угрожают ему. То есть мы вас посадим в тюрьму, то есть заведем на вас уголовное дело, если вы не поедете на войну. То есть методы вот такие. У нас 34 улуса, в каждом улусе живет определенное количество людей. Население республики меньше одного миллиона человек. Якутск, соответственно, у него квота больше, потому что там население 300 тысяч человек. Но так как осведомленность людей и уровень жизни в городе Якутске лучше в нашей столице, соответственно, люди не хотят идти воевать ради денег. Только, наверное, идут какие-то действительно патриоты. А северные улусы, допустим, они выполняют процент 170 процентов. Но, допустим, в одном улусе может жить 4 тысячи человек в северных улусах. Там жизнь очень тяжелая, зарплаты очень низкие, закредитованность. Есть проблема алкоголизма среди населения. И поэтому, конечно, в этих улусах там людей не то, что они не уговаривают, они не идут добровольно, но они очень плотно с ними работают, обзванивают по несколько раз, допустим, в день могут. Потом они, знаете, вот они, допустим, человек сомневается, они начинают вот с ним там психологические какие-то, да, вот эти давления оказывать. Далее, если он согласен, он подписывает контракт, они ведут его буквально за ручку. То есть работники администрации сажают его в самолет, якутский его встречает, человек тоже за ручку ведет, машину предоставляет правительство республики Саха, и в этой машине они везут в сборный пункт. У него нет возможности вообще никуда, шаг влево, шаг вправо, то есть он даже передумать уже не может. Это была Сергей Лана Кондакова, сооснователь фонда «Свободная Якутия». Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, избранный от пропрезидентской партии «Слуга народа», заподозрен в работе на российскую военную разведку. Следствие в Киеве утверждает, что Дубинский действовал под агентурным именем «Буратино» и осуществлял информационно-подрывную деятельность в пользу Москвы. Дубинскому инкриминируют государственную измену, работу на Генеральное управление Генштаба Вооруженных сил России, подделку документов и ряд других преступлений. Бывший заместитель министра информационной политики Украины и эксперт по вопросам информационных войн Дмитрий Золотухин говорит, что за последние дни ничего особенно нового о деятельности Александра Дубинского не узнал. Интервью с Дмитрием Золотухиным записал наш киевский корреспондент Владимир Ивахненко. Были известны и вопросы деятельности Александра Дубинского во время революции достоинства в 2017-2014 году, когда он по заказу группы лиц, связанных с Клименко, бывшим министром заходов и сборов, он готовил материалы диссредитирующие Майдан и революции достоинства по поводу того, что якобы на улицах Крещатика и прилегающих Майдан очень активно работают проституты. Ну там огромное количество эпизодов связанных с деятельностью телеканала Бинкроссадин и вот этого медиакиллерского проекта Рощи, который он вел. То же самое касается проекта Ukrainian Papers, который он делал вместе с Андреем Портновым в феврале-марте 2019 года для того, чтобы дискредитировать Петра Порошенко и по сути это было вмешательство в выборы Украины, независимые выборы, когда избирали Зеленского. Эта информация вся была известна уже и тогда, но по сути после 2016 года и активной дискуссии в Европе и в США по поводу недопустимости вмешательства в выборы расценивалось так, что защита ну по сути преследования этих вопросов было бы расценено оппонентами нашими западными партнерами как поддержка Петра Порошенко. Поэтому тогда эту информацию положили по сути под Сукно. Ну и естественно когда они с Деркачем начали делать вот эти пресс-конференции по сути было уже очень очевидно потому что ну например Андрей Деркач показал экземпляр агентурной подписки Пинчука естественно что единственное источник из которого он мог ее получить это архивы КГБ СССР которые находятся в Москве. Александр Дубинский в первую очередь бизнесмен и как бизнесмен он качественно выполняет заказы тех клиентов которые к нему приходят. Я не думаю кстати что может быть вполне вероятно что вот к Дубинскому пришли конкретные офицеры БРУ или их представители и сказали Саша теперь ты будешь наш агент и мы будем звать тебя Буратино. Это очень превратный взгляд на работу спецслужб и я думаю что Дубинский мог и не знать о том что он Буратино вполне вероятно это могли его так назвать за глаза но он получал деньги от людей либо из своего окружения либо от контактов которые к нему приводили и за эти деньги выполнял задачи которые были выгодны РУ МУ было ли это связано с проектами Коломойского я думаю что иногда могло совпадать иногда это было то есть это были финансовые заказы я не думаю что там Игорь Валерьевич управлял деятельностью Дубинского прям каждый день 24 на 7 то есть это рынок по сути 1 плюс 1 и раньше и сейчас являлся площадкой которая выполняет заказы которые не противоречат интересам Игоря Валерьевича Коломойского если заказы ГРУ не противоречили интересам Игоря Валерьевича Коломойского то Игоря Валерьевича Коломойского было абсолютно наплевать как и где зарабатывает Саша Дубинский и с кем он это делает Дубинский делает то что он умеет лучше всего и это в теории коммуникационной деятельности конфликт на это называется политическая эскалация коммуникационного конфликта то есть он говорит что это как бы не агентурная деятельность и не заказ за который ему заплатили за участие в этих пресс-конференциях а это большая геополитика потому что его попросил об этом Ермак а Ермака попросил об этом Джулиани а Джулиани об этом попросил Трамп и это значит что Дубинский по сути выполнял просьбу чуть ли не лично Дональда Трампа это все очень прозрачно и понятно для людей которые занимаются этими вопросами потому что действительно арест Александра Дубинского в данный момент именно сейчас он очень похож на демонстративный жест в сторону президента США Джо Байдена который по сути являлся жертвой деятельности Александра Дубинского и никуда как бы эта деятельность из памяти Джо Байдена которого мы просим сейчас дайте нам пожалуйста деньги и оружие она из его памяти никуда не стерлась своего сына Хантера он очень любит несмотря на то что этот молодой человек очень проблемный и прекрасно помнит о том что были и звонки между Зеленским и Трампом и встречи Ермака и Джулиани и общение Джулиани в Украине с Дыркачом лично с Дубинским лично и присутствие здесь его эмиссаров так что эта история никуда не делась мы будем ее выгребать и выплевывать еще очень долго до того момента пока не сменится либо Байден либо Зелен и по сути Дубинский очень хорошо ее используют правда ли то что он говорит или неправда на данный момент это не имеет никакого значения потому что наша цель если вот спросить меня откровенно то я честно скажу меня интересует сейчас не правда а победа Украины то есть мне наплевать на самом деле на кого работал Дубинский Дубинский это враг украинского народа это преступник который очень много зла сделал вне всяких категорий вне всяких мыслей о Трампе о Джулиане о Гру о России и так далее и тому подобное этот человек это сгусток зла и я считаю что слава богу что наконец-то каким-то образом это реализуется это был бывший заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин с ним побеседовал Владимир Ивахненко вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» сегодня пятница 17 ноября тему выпуска представляю я Андрей Шароградский как я упомянул вчера скандал с немецким журналистом Хубертом Зайпелем получавшим от российского миллиардера Алексея Мордашова деньги за написание книг о Владимире Путине стало результатом расследования проведенного телеканалом ЗДФ журналом Шпигель и международным консорциумом журналистов расследователей в основу этого большого расследования посвященного тому как Россия обходит наложенные на нее санкции легли оказавшиеся в распоряжении журналистов несколько миллионов документов кипрских компаний о значении утечки которая получила название Cyprus Confidential в интервью моему коллеге Марку Крутову рассказала Татьяна Козырева живущая в Киеве журналистка международного консорциума журналистов расследователей Мы знаем что юрисдикция Кипр конечно она помогает но с другой стороны появляется много других юрисдикций таких как например Объединенные Арабские Эмираты куда там много российского бизнеса утекло сразу после полномасштабного вторжения Мы видим по этим документам которые мы получили что много провайдеров получали запрос перевести или перебросить или переоформить свои активы на компании которые уже зарегистрированы например в Объединенных Арабских Эмиратах это такой процесс отмывания денег или прятания активов он происходит все время по всему миру то есть это такое большое международное преступление в котором задействовано много компаний которые фасилитируют этому и в том числе это как мы выяснили компания Pricewater Cooper House то есть это один из самых больших аудиторов в мире и вот аудиторы Pricewater Cooper House именно в Кипре они были теми людьми которые очень часто помогали и очень оперативно решали вопросы мы видим это по нескольким эпизодам например в кейсе Алексея Мардашова Pricewater Cooper House в день когда на него Европейский Союз наложил санкции Pricewater Cooper House помог ему перевести свою долю в компании Туи Групп в другое место то есть спрятать долю как бы Мардашова от санкций и точно так же мы видим много кейсов таких ну и в случае например Абрамовича да такой же произошел случай когда Абрамович за несколько дней до вторжения просто успел продать быстро свои акции в Яндексе это такой показательный кейс когда компания которая входит в Big Four то есть она одна из четырех больших компаний аудиторских международно признанных аудиторов надо сказать и элитных аудиторов дорогих которым доверяют можно сказать ну вот такие компании тоже не задействованы не только вопрос Кипра но и как бы больших международных компаний которые помогают израбатывать на этом деньги помогают клоняться российскому бизнесу России от санкций вы упомянули Panama Papers на ваш взгляд можно ли сравнить масштаб и важность этой утечки с панамскими бумагами это похожая история тут фокус наверное был немножечко на другом потому что получили мы очень свежие документы то есть если в Панаме были документы разного периода времени то здесь мы получили документы которые еще в прошлом году производились да или были написаны поэтому это очень свежие документы и они иллюстрируют процессы которые происходят вот сейчас и здесь и это очень интересный случай я бы сказала расскажите если можно чуть подробнее про данные которые вам удалось получить которые доказывают близкую связь Абрамовича с Путиным и вот к вам как человеку который живет в Украине вопрос Абрамович представлял в самом начале после полномасштабного вторжения на переговорах Украину как это сочетается вот с тем что вы нашли ну это мой большой вопрос тоже к украинским властям мне кажется что это не совсем правильно когда российский олигарх присутствует на переговорах мирных в том числе и входит в число делегаций официальных в числе тех людей которые могут решить какие-то проблемы потому что например в случае Абрамовича он декларировал что он продаст клуб Челси и передаст все деньги жертвам войны очень такая неточная формулировка абстрактная кто такие жертвы войны где они эти жертвы войны ну и вот сейчас когда же продали этот клуб стал вопрос перечислить эти деньги Абрамович отказывается перечислять эти деньги в счет Украины и он говорит что часть их должна пойти гражданам России происходят какие-то манипуляции и переворачивание нарратива Великобритания сняла санкции с этого клуба Челси чтобы его продать потому что Абрамович обещал что он перечислит эти деньги жертвам войны в Украине и вот как-то так все перевернулось и там два года спустя никто никаких денег не перечислил Недавно в России очень живо обсуждался в соцсетях документальный фильм про Абрамовича который как многие считают его обелил расскажите все-таки что еще про Абрамовича удалось узнать из этой утечки и как это сочетается с содержанием такого фильма Абрамович как мы узнали был человеком который помог сильно Путину утвердить власть медиа и надо сказать что он же есть и был его называют кошельком Путина но из тех находок которые мы нашли это что он за несколько дней до вторжения переводил активы и прятал их и он и его дети продавал свои акции в таких компаниях например как Яндекс я уже упоминала это ну то есть про Абрамовича надо сказать что в утечке есть очень много его компаний несколько сотен упомянуто поэтому я не могу сказать что мы уже все находки которые там есть нашли этот проект еще будет выходить какое-то время и мы еще будем работать над этими данными то есть он еще не закончен и нельзя сказать что мы уже подвели итог фокус этого расследования был в том чтобы показать как Россия и российский бизнес уходили от санкций во время вторжения в Украину поэтому фокус был больше наверное на России чем на других странах но мы видим в этих транзакциях например транзакции оплату таким певцам или звездам можно сказать как Эми Вайнхаус или Редхо Чили Пейпош которым платили за концерты точно так же используют такие офшорные счета офшорных юрисдикций ну надо сказать что например есть история про украинского олигарха самого богатого человека Украины Рината Ахметова о том как он вел бизнес в России в том числе и после оккупации Крыма в 2014 году то есть у него было две шахты в Ростове их удержание или содержание или на этот бизнес он сдал кредит в Сбербанке в Государственном банке России на 400 миллионов долларов тоже такая история интересная и к тому же мы нашли квартиру Рината Ахметова в Лондоне которую он пытался спрятать активно от британского реестра мы видим что санкции накладывают но как бы мало эффекта от этих санкций и мы теперь знаем почему потому что очень много международных компаний помогают их обходить это уже длится годами и десятилетиями когда одни воруют и прячут деньги а вторые пытаются этот процесс остановить или ужесточить усложнить хотя бы для тех кто занимается этим борьба с коррупцией она не может быть закончена за год или два это была Татьяна Козырева журналистка международного консорциума журналистов расследователей вопросы ей задавал Марк Крутов время свободы как стало известно пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков несмотря на противостояние России с Западом прежде всего с Соединенными Штатами находится в полном восхищении от технологических продуктов американского производства при этом используя такие продукты Песков совершенно сознательно ставит под угрозу интересы национальной безопасности России и что характерно Песков сам в этом открыто признается послушайте фрагмент его интервью студенческому изданию МГИМО 360 Согласитесь что айфон это прекрасное изобретение и операционная система и айос это то что мы пока не смогли сделать у себя но мы должны при этом помнить что эта система совершенная для них но не для нас потому что она уязвима с точки зрения обеспечения безопасности как мы говорим сохранности персональных данных А в администрации президента сейчас айфоны пользуются или отказались? кто-то пользуется айфонами кто-то уже отказался это такой а вы если не секрет я еще пользуюсь айфоном это был Дмитрий Песков фрагмент его интервью студенческому изданию МГИМО 360 кстати Сергей Лавров глава ведомства для которого готовит кадры МГИМО тоже был замечен и с айфонами и с часами фирмы Apple куда спрашивается глядит глава ФСБ Николай Патрушев куда он глядит впрочем довольно понятно вот один из примеров уже месяц находится в заключении наша коллега из татаро-башкирской службы радиосвобода Алсу Курмашева которой предъявлено нелепое обвинение в нерегистрации добровольно иностранным агентам Алсу которую в Праге ждут муж двое детей и конечно коллеги грозят пять лет тюрьмы недавно из СИЗО в Казани где Алсу сейчас содержится стали приходить от нее первые письма вот несколько коротких фрагментов в первый раз вышла во двор погулять оказывается выпал снег от вида одной маленькой снежинки опять пронеслась вся жизнь перед глазами снеговик во дворике почти растаял на следующей неделе возможно будет теплее но это еще не точно перечитываю ваши письма по несколько раз в день две книги которые были в камере я уже прочитала попросила принести еще но не знаю как с этим быстро так проходят мои дни между этими всеми заботами бывают и более насыщенные мероприятия все чем вы все занимаетесь самое нужное и важное сейчас пьете ли вы кофе или делаете ли дырку в стене перфоратором чтобы повесить шкаф делайте это сейчас Свободу Алсу Курмашевой Вы слушали информационный дайджест Время Свободы его темы представил я Андрей Шароградский продюсер выпуска Андрей Амочкин наш подкаст нужно слушать на сайте Радио Свобода к вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube Радио Свобода Live подписывайтесь на нее и на телеграм-канал Время Свободы У меня на сегодня все До свидания Студия подкастов Радио Свобода Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова